Привет YouTube, привет сообществу! Алмазы на Niva Diamond у нас сегодня в центре внимания. И по идее это обзор абразивов, и в каком-то виде так и будет, ну то есть мы поговорим про абразивы на Niva Diamond именно в рамках обзора. Однако абразивы на Niva Diamond за последние несколько лет приобрели серьезную репутацию. Наверно, можно даже сказать своеобразный хайп. Немало людей, замечу людей, понимающих вопрос и считают абразивы на Niva Diamond если не лучшими абразивами вообще, то уж точно лучшими супер абразивами, ну или лучшими алмазами. Вот так ли это? На этот вопрос я постараюсь дать ответ. При этом мы должны понимать, что в данный момент алмазные абразивы воспринимаются совершенно по-другому, чем это было 5 или 7 лет тому назад. Именно поэтому сегодня мы с вами будем смотреть шире. Мы затронем алмазы в принципе и разберемся в ситуации с Niva Diamond. В моем комплекте абразивов Niva Diamond 6 заточных брусков на основе алмазного зерна. Это номера 400, 600, 800, 1000, 3000 и 6000 по стандарту JIS. И здесь как водится, необходимо напомнить, традиционно принято считать, что японские абразивы маркируются с использованием японского промышленного стандарта, но он же JIS. Однако в реальности маркировка очень и очень приблизительная. Более того, мы не только не сможем напрямую сопоставить тысячный номер от Цуехира к тысячному номеру от Niva, а вдобавок даже сравнить, например, 6000 Niva Diamond и 5000 Niva Pro мы тоже не сможем. Алмазное зерно дает другой характер поверхности. Поверхность другая, именно визуально. С одной стороны, есть ощущение, что 6000 Niva Diamond чуть ли не превосходит 10000 Niva Pro. Но при этом вся алмазная наследственность, она сохраняется, но об этом позже. Затачивать мы будем нож МКаста Тактилити со сталью из PG-2 на твердости 6263 единицы по рокфиллу. Работать будем на заточной системе LXPS 22. В качестве сожа, как водится вода, угол заточки 36 полных градусов. И работать будут 4 абразива. 800, 1000, 3000 и 6000 грит. У нас с вами есть 6 пунктов для оценки абразивов. Ну, как это обычно бывает в обзоре. Цена и стоимость владения. Применяемость. Ресурс абразивов. Комфорт работы и комфорт владения. Агрессивность и скорость работы. И, конечно же, качество работы комплекта. И для начала отвечу на вопрос, действительно ли на Niva Diamond лучшие алмазные абразивы. И да, и нет. Ну, то есть понятно, что среди абразивов нет лучших или худших. Есть задачи, есть способы их решения. Но в данном случае репутация на Niva Diamond выросла не на пустом месте. Начнем с цены и стоимости владения. Стоимость владения комплектом на Niva Diamond на хорошем уровне. Работа финишной группы, а на мой взгляд это абразивы 3,6 тысяч, очень-очень тонкая. Планируемый ресурс этой группы высокий, и поэтому стоимость владения, скорее всего, не вызовет проблем. Я напомню, стоимость владения, это, грубо говоря, отношение цены абразива к количеству ножей, которые можно заточить с помощью этого абразива. Так вот, стоимость владения у абразивов хорошая, с ценой ситуация иная. На Niva Diamond всегда были весьма недешевыми абразивами. А в нынешнее время тем более. Высокая стоимость на Niva Diamond объясняется не только нынешней турбулентной ситуацией. Как и сказал, серия всегда была недешевой. На Niva производят серию Diamond в Японии, а сырье, алмазы, идут из России или Китая. Причем нужно понимать, абы какое сырье здесь не подойдет. На Niva даже на средних сериях абразивов типа SuperStone дает очень высокое качество поверхности. А в случае с алмазами получить высокое качество финишного абразива весьма непростая задача. Задача дорогая. Задача дорогая как по сырью, так и по технологии. Логистика и сырье в данном случае сильно отличаются от традиционных абразивов. Отсюда высокая цена. Более того, к сожалению, не так уж много шансов на снижение стоимости именно от производителя. По факту у Niva есть только один понятный конкурент. И даже если Шептон захочет выпустить алмазные абразивы на внешние рынки, стоимость алмазов Шептон будет сопоставимой. Применяемость серии Diamond очень высокая. Это все-таки алмазы, и потому ими можно затачивать буквально все. Любые стали и не только. Керамические ножи тоже можно затачивать, используя серию Diamond. Однако в прошлом обзоре алмазов я говорил про абсолютную применяемость. Ограничение в применяемости в данном случае связано не с материалом клинка, а скорее ограничение зависит от состояния режущей кромки. Если на режущей кромке ножа есть серьезные повреждения, то возникает риск в свою очередь повредить уже абразив. Это в том числе ответ на вопрос из комментария. А какие, собственно, преимущества имеют алмазные абразивы на металлической связке? Ведь у них обычно хуже качество поверхности. Медно-оловянная связка и тем более гальваника по сути неубиваемы. На Niva Diamond требует более внимательного подхода. Комфорт работы, равно как и комфорт владению, на Niva Diamond очень похож на абразивы Niva Pro. Ну то есть уверенные 3 балла из 5. Niva Diamond это абразивы, не требующие замачивания, и абразивы, имеющие очень качественную структуру поверхности прямо из коробки. При этом засаливаемость у них попроще, чем у Niva Pro. Niva Pro в этом плане практически безгрешные камни. Однако на фоне сопоставимых именно алмазных серий, засаливаемость и очищаемость у Niva Diamond более чем нормальные. По хранению, думаю, на Niva Diamond нет никаких дополнительных нюансов. Как и говорил, абразивы не нужно замачивать перед работой, достаточно просто смачивать водой в процессе заточки. Скорость работы или агрессия абразивов? На Niva Diamond, на мой взгляд, одни из самых медленных алмазов, какие только мне доводилось видеть. Если сравнивать, например, с виневскими алмазами на органике, то складывается ощущение, что на Niva Diamond просто не работает. Абразивы на самом деле работают медленно и не отличаются высокой агрессией. И как-то странно у нас все получается. Ну то есть, что мы с вами имеем? Абразивы дорого стоят. Хоть это и алмазы, но работать ими лучше вдумчиво, аккуратно исправляя крупные повреждения. Работают они с водой, и тут тоже нет никаких особенных новшеств. Помимо всего прочего, они работают медленно, и как-то это действительно все странно. А в чем, собственно, фунт изюма? И все действительно так. И мы с вами подходим к последнему пункту оценки. Качество работы комплекта. На самом деле, все заточники, ищущие интересные супер абразивы и имеющие опыт работы с привычными сверхагрессивными алмазами, вот все эти заточники уже, что называется, навострели ушки. Вот как раз на моменте, где я говорил про очень медленную работу на Нивы Даймонд. Среди японских классических абразивов немало серий законченных полноценных комплектов. Ну, на Нива Про или Чузера Шептон Про, несколько линеек Суихира с финишем серии Гокумио, на Нива Традишнл, даже Супер Стоун это законченный комплект с ограничениями по нержавеющим сталям. И у всех этих линеек японских абразивов есть одно общее. Все это оксид алюминия. На Нива Даймонд это полноценный рабочий комплект на базе алмазного зерна. На Нива Даймонд позволяет получать очень высокое качество поверхности без каких-либо дополнительных работ на финише. Именно этот момент мы с вами развернем, потому как вы можете сказать. Ну, а в чем, собственно, интерес? Мы ведь можем использовать притиры и получать очень качественное зеркало без каких-либо проблем. И вы будете почти правы. Притирные финишные группы это универсальный и удобный инструмент, когда мы говорим об эстетике. Более того, варьируя притиры от кожи к дереву и обратно, можно получить очень высокий уровень зеркала и при этом компенсировать не только финишную группу абразивов, но даже верхние номера средней группы. Притиры удобны, притиры демократичны по цене и довольно просто осваиваются. И все так. Вот только качество поверхности и зеркало это не совсем одно и то же. Разница в практическом плане будет в заусенце. Видите ли, у алмазных абразивов по умолчанию очень высокая агрессия. Грубые алмазы оставляют на поверхности глубокие борозды, которые практически невозможно убрать полностью. И это снижает стойкость режущей кромки. Плюс ко всему, высокая агрессивность алмазов на традиционных сериях супер абразивов дает своеобразный провал именно в финишной группе. То есть даже тонкие алмазы на привычных сериях зачастую снимают слишком много металла. В итоге нередко получается так, что при заточке мы переходим на притиры при довольно крупном остаточном заусенце. Добавляет проблем еще и то, что проконтролировать заусенец в таком случае бывает довольно сложно. Фактически точных методов контроля попросту нет. Да, конечно, можно сказать, что у нас есть лупа, микроскоп, увеличительные стекла и так далее. Но вы сможете однозначно отличить выглаженный заусенец от отсутствия заусенца. Вы не забывайте, говорим мы о величинах в 10, но максимум 20 микрон. Максимум. Хорошая финишная группа нужна именно для проработки заусенца. Зеркало в данном контексте это по сути бонус и не более того. На практике все это выливается в следующую картину. Но после заточки нож нереально острый, режет бумагу очень-очень бодро, прям вот прям шикарно. А вот на мясе почему-то начинаются сложности. Агрессия реза как бы присутствует, но вот не в том объеме, который хотелось бы видеть. Без притиров агрессия выше, но сам уровень остроты, ну он такой, ну слабо приемлемый. Причем чем проще будет термообработка у стали, тем более насущной будет эта проблема. Во многом отсюда растут ноги у мифа, дескать зеркало оно мылит. Зеркало само по себе мылить не может. А вот провал по финишной группе, переход на притиры без должной проработки заусенца как раз таки может. Анива в серии Diamond провела большую работу. Мы имеем линейку алмазных абразивов с тонким и качественным финишем именно в виде абразивов. Это не только дает большую агрессию режущей кромки на выходе, но и улучшает комфорт работы. При этом Нанива очевидно намеренно пошла на снижение скорости работы самих абразивов, но только так можно получить искомое качество поверхности. У компании Нанива серия Chizera или серия Pro это самая популярная и известная серия. Свою репутацию Chizera заслужила именно полноценностью, удобством и качеством работы. Серия Diamond это то же самое, но только с алмазами. Друзья, я понимаю, что подобные ролики могут быть душноватыми. Своё оправдание могу сказать лишь одно. Мне бы очень хотелось, чтобы у зрителя, вот у человека, выбирающего такой тип абразивов, был максимум первичной информации. Ну естественно, включая микроскопию. Однако выводы давайте всё-таки делать на русском языке. Начнём с потенциальных конкурентов серии Diamond. Когда мы говорим о конкурентах, мы ведём речь о сопоставимой работе. На мой взгляд, прямых конкурентов в серии Diamond нет, но есть очень близкие игроки. Во-первых, это алмазы Matrix производства H.Pro. В случае с алмазами Matrix ключевое слово это слово попроще. Уровень финишной проработки, ресурс абразивов, комфорт работы с алмазами Matrix всё это изначально уступит на Ниве Diamond. В случае именно с рабочим процессом, тут, конечно, скорее будет больше дело привычки. И, наверное, по-хорошему комфорт работы можно вычеркнуть. При этом H.Pro Matrix значительно комфортнее по цене. По этим алмазам был заточный материал, и ссылка на него будет в описании. Полноценный обзор на алмазы Matrix в планах также есть. Во-вторых, это абразивы резать премиум. В моём случае это абразивы на базе Эльбора. Обзор будет уже в ближайшее время. Так вот, в случае с абразивами резать премиум, ситуация меняется немного в другую сторону. Гибридная связка даёт заметно лучшее качество, нежели традиционные суперабразивы. Ну, та же самая медно-оловянная связка. Финиш при этом, скорее всего, на Ниве проиграет. Но комфорт работы выиграет, и опять же, цена существенно приятнее. Я хочу подчеркнуть, конкуренты здесь дают возможность получить сопоставимый результат, а именно заточка с хорошим качеством поверхности, проработкой заусенца без использования притирных групп. Далее. Является ли серия Diamond заменой серии Chizera, ну а наш на Нива Pro, ну или заменой абразивов Shepton Pro? Нет, не является. Там, где эффективно работает на Нива Pro или Shepton Pro, должна работать на Нива Pro или Shepton Pro. Друзья, чудес не бывает. На Нива провела большую работу, это факт. Но алмаз – это алмаз. Алмазное зерно имеет отличное токсида алюминия строения. Алмазное зерно значительно агрессивнее само по себе. И алмазное зерно не разрушается в процессе заточки. Поверхность из-под алмаза уступит при прочих равных. Далее. Кому не стоит выбирать абразивы на Нива Diamond? Для кого эта серия, скорее всего, не будет оптимальной? Предполагается, что человеку при выборе нужны именно алмазы. Ну, во-первых, это новички в заточке. В принципе, нет никаких проблем работать серией Diamond буквально с первого ножа. Нет никаких проблем. Но по опыту лучше осваивать заточку на более удобных сериях, например, гальваника или абразивы на медно-оловянной связке. Во-вторых, думаю, что для потоковой, для быстрой заточки на Нива Diamond тоже будет не самым оптимальным выбором. На потоке при быстрой работе качество финиша играет, ну, скажем так, не первую роль. А вот агрессия, скорость – да, вот это всё важно. И, на мой взгляд, скорость и поток – определенная про-направленность, если можешь так сказать, это про гибридные связки в случае с хорошим планируемым финишем. И про венёвские абразивы, когда именно скорость играет важную роль. По итогу, кому стоит обратить внимание на серию Diamond? Для кого это будет своеобразный свитспот? И в первую очередь, конечно, заточники, работающие на абразивах на Нива Pro, Шептон Pro и подобных. Серия Diamond, на мой взгляд, развивает серию современных японских водных камней. Мы всё чаще встречаемся с суперсталями на кухонных ножах. На бытовых или складных ножах суперстали уже давно и прочно заняли своё место. Серия Diamond создана именно в ответ на увеличение доли таких сталей, как SPG-2, MC-63, MC-66, Kaori X, DP-179, KF-72 и подобных. Естественно, точно так же в лист попадают и американские, и европейские суперстали. Любые суперстали для Нива Diamond это по сути корм. Целевая ниша Нива Diamond это продвинутая кухня, это качественные бытовые охотничьи ножи, это качественные складни. И главным образом, серьёзные требования по финишу в заточке. По итогу, Нива Diamond это дорогая, специфическая и качественная серия абразивов. Лучшие ли это алмазы? Пожалуй, нет. Инструмент всё-таки нужно выбирать по задаче. Заслуживает ли Нива Diamond свою репутацию? Определённо да. Вот такой, друзья, материал. Надеюсь, он был вам полезен. Если так, с вас лайк, подписка и колокольчик. Спасибо вам за просмотр. До новых встреч и пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова